Все. Я пытаюсь такой вид кроткий сделать, а это нельзя скрыть. Он только благословил, он за 70 лет, ему старый так, а в глазах бойцовский дух, воинственный дух. Почему? Мы все время насторожены, и мы воины Христа со Словом Божиим. Стараемся нигде лишнего не сказать, конечно. Нас принимают. И вот последнее, это мы вышли на сростки. И что интересно, вот я сейчас убедился, что архиереи полностью отрезаны от народа. Все архиереи. Пока ни одного не было. Пробиться к ним на полторы минуты нигде невозможно. Притом звонит знакомый священник, как отец Иоанн, я с ним разговариваю с архиереем. Я говорю, я дары привез вам большие. Я 15 лет работал, и прошу не 15 минут, а полторы минуты. Не под каким видом нельзя. Обречены. Россия обречена без архиереев. Дальше. В Бийске пытаюсь попасть к знакомому архимандриту. Ты знаешь, кому. В одном храме нет, стоят какие-то, как говорят, амбалы. Здоровые, крепкие мужики, просто огромные. И он не здесь. Я пытаюсь вызвать доверие. Какое доверие? Со своим доверием меня. Ну ладно, ушли. Находим, наконец, где тот храм. Подъехать нельзя. А там рядом милиция. Это в Киргизии так. Они навешали везде кирпичей. Отгородили себе четыре квартала. Не подойти, ничего нельзя сделать. А тишина зато, они спят дома. Проехать нельзя. С любой стороны заедешь, кирпич, кирпич. Знак такой. Проехать нельзя. Это надо где-то звонить, говорить. В Киргизии это было, пока не произошла у них эта революция, и всех не поубивали там. Это не подъехать к самой милиции даже нельзя. И там храм. Мы шли-шли-шли пешком, наконец, дошли. Я говорю, дайте телефон, позвоните Архимандриту. Он моими трудами пользуется уже 30 лет. Мы лично знакомы. Ермоген. У меня телефона нет, который там дежурит. Я говорю, вы так встретили, напоили, накормили. Мы из такой дали так. Я патриарху буду жаловаться. А ему хоть куда жаловаться? Хоть Господу Богу. Он мне дал телефона. Почему не дал? Боязнь народа. Я тогда говорю, знаете, вот, когда я объявляю о лагере, 65 тысяч экземпляров Алтайская правда печатает с обратными телефонами. Свободный курс. Там 10 тысяч. Какие только газеты. Есть Вещерний Барнаул. На каждом столбе, в эфире, на миллионы экземпляров тиражирует интернет. И везде мой адрес. На каждой книге адрес, с двух сторон, телефон. Почему же вы сторожу не даете? То есть вы заранее знаете, что вы никому не нужны. Вам никто не позвонит. И зачем давать телефон-то, когда я не нужен никому? Я понял, что к этим епископам нужно причислить и архимандритов. С Игуменом мы встретились. Значит, Игумен еще рядом со священником. Священники идут на контакт, приглашают к себе. Можно. И архиерея оторванная от народа. Это у нас опыт появился. И теперь, где бы мы ни были, мы к архиереям близко не подходим. Мы понимаем, абсолютная, стопроцентная дыра. Там ничего нет. Там подойти нельзя. Даже такой сидели, договорились. Секретаря уговорил. Пока он там архиерея, я секретаря. И секретарю он зашел, как пропал. И больше не вышел. Видимо, решили не выходить. Все равно ему надоест, он уедет. Как мало ребятишки. Это тоже опыт. И через это Господь показал, что мы должны быть в другом месте. И наутро мы приехали в Стросске. А у них там как раз это, Шукшинские были, чтения и прочее. И встретились с его дочерью. Как она оказалась там, в музее, уже все закончилось. Она сама говорит, что должна была быть в Москве, видимо. И подошла. И все это заснято. И она поняла, что это именно то, что надо. Как-то сделать так надо, чтобы мы начали то же самое выступать где-то. Я говорю, так нас что объединяют? Ну, я говорю, он тоже сапоги носил. Он говорит, ну и в сапогах вот уже объединяет нас. Хотя немножко, но объединяет дальше. Он старался жить по совести. Я говорю, он говорил. Старался, у него не получалось. А совесть первичнее Евангелия. Христос говорит, это Ян Златоуст. Совесть это тот участок души, я говорю, из которой слышится голос Божий. И у нас хороший с ней был разговор. И мы сфотографировались, и все засняли. И там которые люди были. Пошли к священню, к священню как будто родной. Фотографируются, обычно они боятся. А этот пошел, да подождите, я в Ахфрам побежал, я сейчас крест хоть надену. Совсем молодой. А вы мне Евангелие подарили еще когда в церкви раздавали там около Покровского собора. У меня есть. Все сложилось одно к одному. Это все в награду за то, что мы претерпели в первый день. Я в это верю. Поэтому, он говорит, у вас три поездки. А у апостола Павла четыре было. Он говорит, вам четвертая нужна еще поездка-то. Ну, я говорю, четвертая мы сейчас вот мы планируем. Если Господь благословит, то завтра мы надеемся выехать. И, как всегда, просим ваших святых молитв. Препятствий не просто много, а океан. Но для Бога они ничего не значат. Ребята, вот Игорь спросит меня вчера. Молитва, определенная просьба молитвы. Помолитесь о машине, что нам с ней делать. Понимаете? Ну, Господь говорит, немногословьте. Я просто сказал, Господи, что наша машина колесница? Поможет нам или мы даже пешком идти? Встал ребятам, говорю, ничего не надо делать. Просто садимся и едем. А уж как Бог даст. Что нам Бог положит? Но мы делаем то дело, на которое Бог посылает только обреченных силой и духом. Считаем, что нам доверено величайшее дело. И просто так покинуть его, это будет предательство. И мы просим вас, чтобы мы не смолодушничали. Игорь, я бы его отпустил сегодня, если бы он быстро натаскал брата нашего Виктора. Ну, это, конечно, не день и два, но неделя нужна. Мы стараемся большие города сильно не лезть. Правильно спятиться надо, не задеть. Где остановиться? Там разные развилки в городе. По-малому, ну, можно ехать на трассе-то. Но в городе и машин в море. Главную работу провернул, конечно, Николай Кручина. Где он проезжал, я глаза зажмурял. Думаю, вот сейчас раздастся, скрежет. Вот притирку машины к машине, не пройти ничего нельзя. Иногда заедет такое место, в тупик, и он назад машину гонит, как вперед. А у нас с одной машины едет машина, с одной стороны со спичечной коробок, а с другой два метра. И он не может посередке машину загнать. Ну, какие же шифера-то? Я стою, ахаю, гляжу, сейчас столб свалит. А ехать надо. Потому что не ради прихоти, не ради почести и славы стремлюсь, а Боже, к небесам. Вопросы? Вы когда поехали, когда Сергея взяли, я себе думала, почему они Сергея взяли. Ведь это так рискованно. У него нет опыта. И такая трудная поездка. Я так думала, беспокоилась об этом водителе. Мы это знали, сестра, мы все знали. Мы молились. Мама его сказала, он очень легкомысленный. Зачем же вы берете? Я говорю, у него права есть. Но я вам сказала. И я это знал. Я перед дорогой провел большую беседу с ним. У нас выбора нет. Никого нет. Я просил всем, и Вадима, и Митю Капуста. Они еще и на почве. Я даже позвонил отцу Павлу. Отцу Павлу. И он просился на первую поездку. Он говорит, я далеко от дома, где-то далеко. У нас выхода никакого нет. Только я остаюсь. А я не знаю, как в кабину залезть даже. Время ушло. Но, несмотря ни на что, мы вернулись. Победа. Полная победа. И это сделал Господь. И чтобы не хвалились, и в нашей немощи он совершил. И дано жало вплоть. Ангел Сатаны удручал нас. Но все осталось позади. И при том вернулись за неделю. Мы ни разу так рано не возвращались. Теперь у нас план будет другой. В одном селе мы идем по селу, а другой просто к вечеру успеть до пяти часов. Дальше до третьего села доезжаем. Остановка. Ночуем в лесу, в степи. И опять начинаем работать по селу. Ходить, как всегда ходили, собирать народ. В следующем только библиотеку. В следующем подходим. По два. То есть в день мы должны проходить два села. Ну это так, пока в замыслах. Как будет дальше, это уже... Мы просто не знаем. Как бы позволить. К нам, в Казахстан. А? К нам в Казахстан не приедете. Знаете, там другие законы. Они нас просто на первом шагу могут остановить. А на таможне все вытрясут. Что я вообще-то сказал? На границе, на таможне там могут все выкинуть. Они нас тряхнут. Вываливаете все. Зачем везете сюда? У нас своя вера мусульманская. И все. Скажут вы. А у меня тем более книга написана про мусульман. Мы можем заехать, а пешком прийти домой. Сапоги на плечи повешиваю, как раньше в храм ходили. И пешком приду. Так что мы это думали уже. Но совесть наша подсказывает. Надо благоразумно поступать. Нам есть здесь где куда развернуться. Если будет шофер хороший, вот был бы Николай. Мы сразу завтра путь подержали в Томскую область. И могли к северу продвинуться. У нас все есть. И товар есть. И желание. И Евангелие. И приглашение. И Новая Завета. То есть мы вооружены до зубов. Просто все есть. И знания. И как не было бы, мы сохранили коллектив. Ну а тошли, которые... Это уже нужда была такая. Вот так. Большую, конечно, помощь. Оказывается, собака с нами. Мы ложимся спать. Отдыхаем в полном спокойствии. Никто не подойдет. И ночью не порушит все. Он даже шевельнуться не даст. Он разбудит перед тем, как нам помереть. Мы очень благодарны Сергею. Брату, что у него такая собачка. И на собачку многие девятся. Тем более он тренирует и ищет дорогу. Я как только ложусь спать. А ну, день-то сижу. В разных городах только выскакиваю. Сделали все. До свидания. Сфотографировались. Библиотекаря на улице. Идала. Потею. А у меня безвоживание организма. Как только лягу. Я только сапоги снял. У меня ноги все судорогой стягивают. Я не могу не растереть ничего. Я начинаю пить водой. И где-то уже к полночи у меня организм наполняется водой. И тогда мышцы отпускают. Они, говоря, разрывают. Ниже, выше, до колен и икры. И до самого верху. Каждый раз. У меня быстро наступает обезвоживание. Но к утру я опять на ногах. И мне это не в страх, не в боль, а в радость. Мы благодарим Бога. И это ноги не оторвало. Они у меня целые. Что можно сказать? Смотрим на звезды. Молимся вместе. Совершаем утренние правила с поклонами. Вечером с поклонами. Нам все еще нужно-то. Если какая-то неурядица случилась. Ну, кто-то из наших там дар тащился. Бывают. Молодые. Я сразу, стоп, машина. Выключайте. Выходим все. Сразу вышли на молитву. Сразу встали, помолились. Теперь сели. Ничего не было. С новой страницы опять в начале. Как только достигнет накал какой-то. Надо учитывать, что я-то кто? Зануда номер один. Я самое маленькое им прихватываешь. Сказал не так. Стоп. Что за слова пошли? Мы на благовестие. Никакого смеха, ничего нет, как вы говорили. Нет. Как чуть что выехали, сразу слово Божие считается, или песнопения божественные поются. Или псалтыр считаем, на ходу это все. Едем, считаем, поем. А уже как дальше Бог примет. Дело в том, что с этой поездки уже Михаил забирает ребятишек, уходит. Остается Володя здесь, исполняющий обязанности начальника лагеря. Так что тут ребятишек мало. Поддержите вашей молитвой. Сказать в средствах, что мы бедствуем, это неверно. Мы в норму входим. Подошли к этому человеку. Я спрашиваю, как проехать туда-то? А вы куда едете? Мы туда едем. А что вы едете? Кто-то... О, так вам деньги на бензин нужны. Первый раз видит, вытаскивает, тысячу мне дает. Первый раз. Он в глаза нас не видел. Тут же я тебе говорю, тысячу, что я ему начинаю книги дарить. Ребятишки его здесь, взрослые ребята, там лет по 16-17. Мы их наградили книгами. Теперь, кроме того, что мы в каждой библиотеке давали, мы много дарили, делились священники дополнительно. А это шесть книг. Сравдно трех томник, полторы тысячи. Для Слова Божия не нужно. Триста, тысяча восемьсот. Крестному православию, если даем, это двести сорок. Две тысячи уже сорок. И две симфонии, на две тысячи триста рублей. В одном месте две тысячи, в другом две тысячи триста. Не считая то, что сразу, которые книги есть, это двести пятьдесят тысяч. Вот на три поездки мы подарили на семьсот пятьдесят тысяч. Если это успешно будет, будет миллион. Сегодня это никто не потянет, да и дарить нечего. Ну, нечего-то, ну, диск какой-нибудь песнопения, он в аптиске был, или песнопения один есть. С вашей стабунов. У них ничего нет. Нашего стакровища его просто нет нигде. И когда смотрела эта дочь Ольга Васильевна, Василия Шукшина, и видела, когда наши книги разложены, я смотрел, она понимала. Они его издали сейчас, алтайская администрация, делали сбор денег, чтобы издать Шукшина, и совсем малым тиражом, кажется, маленькие, то ли шесть, то ли восемь тонн. Сравнись с нашим наплывом. Наши-то книги лежат, каждая поглотит четыре их книги на такой бумаге. Я рассмотрел, но я мысленно пытался понять, что она сейчас думает, глядя. Это вы делаете. Так вы, наверное, как раз те люди, которые нужны. Она видит, что делает совсем не то. Нас что объединяет? Да как бы это сделать, чтобы где-то там выступить, там вам сказать. Так я же не обо всем Шукшина буду говорить. Так это одно и то же. То есть она как бы смотрит шире памяти своего отца. Я так ее понял. И может, Бог даст, что и будем сотрудничать вместе. У Бога все возможно. Мы вернулись. Вот благодарили Бога. Мы собираемся. На пути у нас никто не стоит и ничто не стоит. Власть там нигде никак не помешала. Милиция задерживала не один раз. Мелочное нарушение. Вот последнее было. Из Сросков едем. А Игорь видит, что деревня-то качается. Деревня, Сроски кончат. А тут нигде надписи нет. А они там далеко-далеко, домик стоит. И там за домиком, за перевалом, там стоит Сроски кончат. А они-то стали в этом еще в деревне. А мы-то думаем, он тогда добавляет скорость. Не 60-х, 70-х. Они-чик. Все, попалась рыбка. Выходи, плати деньги. Я вижу, мне надо спешить скорее на помощь. Я сапоги скорее надеваю. А я сижу, чтобы ноги не свекали. У меня портянки связаны. И вот так ноги я на вязанку подвешиваю. Вот так вот еду. Подвешиваю ноги, как у барана заколотого. Другие милиционеры, два милиционера, ростные стоят, ловят других кого. А этому они поймали, ему гонят в кабину и там рассчитываются. Я подошел. А вы знаете, откуда мы едем? А он знает. Строски. Вчера там только весь этот Сабантуй был. Со всей страны машины были. А мы едем оттуда. Мы едем из библиотеки. У нас встреча была с его сестрой. Он на меня глаза вскинул, а я показывал. Вот видите, библиотека. Вот батюшка. Строски где-то. Он глянул на меня. А Игорь его уже оставил. Что ты ему оставил? Права оставил. Права оставил. А права это для шокеров все. А он, Игорь, пошел остальные документы, регистрацию брать. Он еще в кабине. А я разговариваю там стою. Он на меня глянул. Эти права мне сунул в папку. Бежайте. Игорь бежит с документами. Я говорю, не надо ничего. Поворачивай назад. Это Бог делает так. Среди милиции или полиции есть люди. И которые понимают. Я ему только показал. Показал всего два документа. Что мы там-то были. Но если он нарушил, ну простите его. А он говорит, да я думал, что кончился это село-то. А оно кончилось за бугром. Может быть специально поставили. Такую ловушку устроили. Ну едем, едем, едем. Нигде ограничений уже нет. Но он и добавил. Ну вот так. И при том это было не один раз. В одном месте даже милиция говорит, что там террористы или ваххабиты. Тоже задержали. Задержали. Но я опять пошел. Давай милицию, вещи и кто-то будет. И опять меня штрафовали. Когда въезжали в Барнаул, гляжу. Игоря там я уже не вышел. Ну там ну простите, мы едем уже к дому. Милиционер ему простил. Гляжу, я говорю, поклонился. Милиционер, это скорее в кабину и тоже. Нас прощают. А я говорю, щита молитвы на крыльях несут нас. Сушите сухари, уходим до зари. Ну как? А если бы этого не было, ничего не было, и вы бы не собрались и не слышали. Так в этой руке найти не шла бы жизнь. Думали, все ладно. Без свидетельства о Христе наша жизнь намного тусклее была бы, как без этого лагеря. И жизнь наша тусклее была бы без потеряевки. И благодаря тому, что у нас вот так, на табунов мы еще наберемся. Эти табуны по щиту. Тем более, в облицах постараемся их найти отделенных. Я им столько книг подарил. Тут прохтомник и все. Ну, дорогие, вопросы. Своим домашним, кого нету Игоря, Игорю расскажете все как есть. Но Игорю сурово вы говорите. Как можно было нас покинуть? Подсунуть туда и забросить? Все ваши эти молочные дела можно было оставить. Да не можно, а нужно было. Меня просто покинули, кинули. Ну и все. А дальше вот такая вот. Теперь, говорит, поговорка есть такая. Носивая кобыля за 7 верст отъезжать будем под сервис. А вот такого найти, настоящего человека, ему заплатить, и я буду знать, что он ничего не открутил. Он при нас уже вытащил, на полотне раскрыл, и нашли. И так, стружка проколола внутри. Вообразить нельзя. Кто сделал это? А кто знает, что? Мы же ничего не видели. Что снимали, куда уносили? Этого не было. Сережа тут вообще ничего не видит. А я с собакой гулял на улице, дрожал там стоял. Дрожал от страха, что они испортят. Так все и получилось. Я проверялся и вижу, что они разбросали машину, делать нечего. А территория огромная такая, там ангары. Я с собакой шел, шел вокруг, а там загородка, и дальше начинаются брошенные какие-то, видимо, машины, и все бурьяном доросло. Я ушел туда с собакой, вязал ее и встал на молитву. Господи, что с нами делают? Почему ты покинул нас? Мы же свое дело, Господи, делаем. Я не могу к этим людям подойти даже. Такой страх у меня. Что делать? Выходим оттуда, и вот, видите, как все получилось. Они еще не знают. Я знаю, где защиту искать. Нина подарила мне сотенку в лес, четкий. Мне потеря была дорога, и отец Геннадий дал по 23. А на 23, как это, получается, 23, что они означают, я даже не знаю. Ну, оставлю на память, кому-нибудь. А эта дала сотенку мне. Да принесла три. Выбирай любую. У нее иконы выцвели. Многие. Надписи нет. Правило эти иконы повелевает не подвергать поруганию и сжечь. Она говорит, я не знаю, где, как в городе. Ему у нее все это собрали, а у нее все стены уклеены. Там журналов вырезала, где. Ну, они, непонятно даже, что у них. Совершенно все это собрали, и в первой же полосе все это помолились и сомнели. Ничего нет. Правило повелевает поступать именно так, не на поругание. Ну, как после крещения в укромном месте, не на попрание. И Господь нас сохранил. Мы вас всех помним. Просим взаимности. А уж как дальше будет? Намерение наше и есть. Не кончать даже четвертым путешествием. Путешествием. Вернусь и не раньше, как полторы недели или больше. Не. А уж дальше, и как Бог усмотрит. Вопросы? Андрюша, у тебя большая надежда, что придет время, ты скажешь, я, братья, готов. Сено заготовил, картошку выкопал. Это тогда не скоро будет. Ну, не скоро. Ну, месяц. Пока картош берут. Месяц. В первом сентябре он попался. С конечной. Если ничего нет, благодарю я от всех вас, кто принимал участие, что на дорогу давали. Только огурцы сегодня какие есть, Витя, собрать. Сумочку надо в такую, не в салафановую, чтобы... Ну, она просто вся покрывается, она мокрая делается. Большой бак на сколько литров воды был? На 40, наверное? Ну, где-то, да. Представь, огромный у нас бак. И он стоял, его дергало, и в нем прохуделось, и он начал течь. Литров на 20, наверное. А? Литров на 20, наверное. 20? Ну, примерно, я думаю. Канистра 20. Огромная канистра. А теперь поменьше берем и этими по 5 литров, которые побольше. Потому что, ну, все-таки готовить надо. И нам вода нужна и для протирки, и везде. Господь нас благословил, мы вернулись. И в мыслях у нас отправится за на вас. Поблагодарим. Достойно. Песня. 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 И я, Бога, слава вашу, сущую по городе сутью величай. Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи и желающего нашего спасения, прими наше благодарение за прошлые поездки, как Ты дивно нас сохранил и продлил нашу жизнь. Благослови нас на предстоящее миссионерское путешествие, свидетельство о имени Твоем Святом и о скором Твоем пришествии. Благослови и правителей страны и патриарха, дабы издавали мудрые законы, и чтобы священство не препятствовало благовестию. Сохрани живущих здесь и жилища наше от пожара, от воровы, от нечистой силы. Тебе единому слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос.